всем привет сегодня мы будем говорить о нашей программе эта программа crypto chicks наша организация я не знаю да кстати даже по-русски как это называется по-английски называется нон-профит то есть ирина если вы не помогите назовите как это называется по-русски это организация которая не ориентирована на получение прибыли но она мы создали ее чтобы так скажем сделать мир лучше это очень высокопарные слова но почему создали с такой целью чтобы помогать девочкам и мы сейчас тоже подключили молодежь таких очень-очень молодых людей которые учатся еще в школе куда мы включаем и девочек и мальчиков эту программу изучать технологии и технологии на которых мы фокусируемся сначала мы фокусировались только на блокчейн технологии сейчас мы тоже включили сюда и искусственный интеллект я сразу же сейчас буду показывать презентацию и буду говорить про сказывать по мере того как я и через нее прохожу меня зовут лена синельникова я основательница как раз этой организации crypto chicks организовали мы ее с моей очень-очень давной подругой с которой мы знакомы 30 лет я сейчас расскажу об этом немножко подробнее о чем мы сегодня будем говорить кто мы такие мы также будем говорить о технологии блокчейн что это с чем это едят и также мы будем говорить что может быть создано с использованием технологии блокчейн и также как мы можем вам помочь и начать работать с этой технологией и что мы знаем сегодня про блокчейн что такое почему это так называется кто этим владеет как это уничтожить что такое криптовалюта основа криптографии что такой персональный ключ что такое крипто добыча или майнин криптоэкономической модели блокчейн технологии почему эта технология никогда никогда еще не была никем взломана зачем нужен сбор за транзакцию и мы рассмотрим три примера блокчейн это три самые популярные криптовалюты а также мы сделаем контрольную я к сожалению вас не слышу поэтому отвечать на вопрос я не знаю как мы будем но может быть пока я буду делать презентацию вы подумайте как это сделать технически так да в общем я сказала что в конце изучение блокчейн технология мы сделаем небольшую контрольную и было бы хорошо если бы у меня была такая обратная связь с залом когда вы говорили вы со мной могли общаться вот сейчас я уже вас слышу поэтому я думаю что это возможно да так как все началось наша организация началась абсолютно банально с двух подруг которые пытались установить кошелек этерио и мы обе закончили институт электронной техники и обе программисты и для нас это было очень супер сложно установить этот кошелек и мы подумали раз для нас это будет сложно что же можно говорить и про других и особенно я думаю что очень очень многие ну как не то что я не хочу говорить про девушек что вот они не технически подкованы и так далее нет очень многие из нас технически подкованы но мы все равно решили помочь именно женщинам с этой технологии чтобы устанавливать хотя бы кошельки чтобы этих женщин им рассказывать про криптовалюты как это вообще как это все устроено изнутри потому что мы видели насколько много людей вот именно попадаются на всякие схемы вот эти когда людей обманывают и это связано с криптовалютами от этого страдает и репутация криптовалют и сами люди мы хотели просто рассказать немножко побольше чтобы все все так это что наша организация это цели и какие у нас мечты и задачи нашей организации я не буду про них говорить вы можете их все прочитать на экране но самый главный смысл мы хотели бы вовлечь как можно больше женщин в эту программу и сейчас тоже и молодежи для того чтобы сделать их жизнь лучше мы начали скажем так сначала мы начали с небольших вот здесь вот у нас в канаде мы проводили митапы так называемые я не знаю вот есть ли они в казахстане это такая организация которая предоставила платформу для того чтобы люди там записывались и собирались в группы по интересам мы создали такую группу на этой платформе и наша первая группа по интересам составила даже аж 50 человек поэтому мы подумали о это очень популярно давайте заниматься этим дальше или так мы делали эти группы где-то раз в неделю мы собирали мы рассказывали про кошельки про криптовалюты про торговые платформы и про технологии тоже и потом мы дальше перешли к программированию на этой платформе и у нас возникла идея почему бы мы не собрали вот как бы всех этих людей которые участвовали у нас в этом в одну большую конференцию и мы хотели сделать это не просто как конференцию но еще к тому же как такое как соревнование программистов чтобы немножко мотивировать всех участников и мы хотели это сделать такое чисто женское соревнование но на лекции и на всю конференцию пригласите мужчин тоже и как помощников тоже мужчин пригласить и сначала конечно люди над нами смеялись и говорили да что вы вы же не соберете столько программистов женщин которые тем более программируют на блокчейне ну может вы наберете ну 10 человек но мы получили 170 заявок мы открыли эти соревнования не только для канадцев но еще для всех стран и мы подсоединяли людей из разных стран к этому соревнованию также с помощью технологии вот зум с которой я сейчас с помощью которой сейчас я как раз с вами и говорю в результате мы смогли именно на месте там на месте где у нас была конференция у нас было где-то 100 девочек и плюс еще у нас были так называемые менторы это помощники мы приглашали опытных программистов на блокчейне которые помогали нашим девочкам девочкам как раз и программировать и мы открыли соревнования не только для программистов но еще и для бизнес людей потому что очень много женщин занимаются с технологиями с позиции именно бизнеса и для тех кто хотел построить свой бизнес именно с использованием технологии блокчейн мы тоже открыли эти соревнования и помогали им строить их бизнес модель так и как я сказала этот хакатон был не только для участников тех кто у нас были здесь в торонто в канаде но мы открыли для всех очень многие конечно приехали из соединенных штатов даже вот например ирина приехала к нам из россии и также мы подсоединили людей многих например из китая из африки те кто хотели программировать удаленно то есть так и так тоже было возможно после этого то есть у нас был огромный успех после этого мы провели такой же хакатон такой же структура в нью-йорке в нью-йоркском университете затем это сделали в швейцарии в бёрне затем это сделали в вот совсем недавно с сидней астралия но это был немножко другой хакатон этот хакатон был направлен именно на поддержку сети ethereum сейчас эта сеть очень сильно разрабатывается в плане увеличения прохождения транзакций и поэтому мы решили всем рассказать о том какие новые надстройки существуют на этой платформе и показать как с ними работать это была цель этого хакатона в нем участвовали и мужчины и женщины там было где-то тоже 100 человек и мы получились отличные проекты я потом может быть немножко их затрону также мы провели хакатон в пакистане у нас есть мы так называем подразделение по-английски мы называем это chapter две такие отличные девушки которые мы познакомились в калифорнии на конференции они скажем взяли так на себя инициативу и организовали вот это вот отделение в пакистане и организовали вот этот ивент и конференцию мы даже там не присутствовали но мы у нас вот так вот удаленно мы могли немного этим руководить то же самое подразделение сейчас вот Ирина создает как раз и в Казахстане вот наше следующее сейчас очень большой событие которые ивент как называем конференция которая будет проходить это конференция в Торонто опять же это наша вторая здесь в этот раз нас поддерживает Royal Bank of Canada это самый здесь самый основной банк который есть они предоставили нам свое здание для этой конференции бесплатно за что мы очень им благодарны и мы также пригласили очень хороших докладчиков на этот вот один из них Виталик Бутерин который создатель Ethereum мы будем говорить о нем немножко больше также у нас очень многие создатели очень других платформ тоже присутствует на нашей конференции и естественно у нас вместе с этим идет такой хакатон соревнования девочек и молодежи в этот раз у нас будет три трака для женщин в бизнесе женщин в в программировании и также молодежь и в этой же связи мы устраиваем и такой небольшой программу для детей мы устраиваем воскресный день игр где мы детей именно вовлекаем эту технологию с помощью игр электронных и также настольных мы создали свою настольную игру которую мы запускаем на этом хакатоне так и а потом наше следующее уже мероприятие будет на багамах 23 по 25 августа это будет молодежный хакатон для девочек и мальчиков с багам кто у кого нет денег именно на курсы чтобы заплатить за это обучение мы это проводим вместе с правительством багам сейчас и получили очень большую поддержку от них этот то есть это мероприятие тоже будет такого большого масштаба и сейчас сразу же переходим непосредственно к блокчейну что же это такое потому что перед тем как мы будем говорить как это использовать и почему вы должны этим почему это хорошо этому обучиться все таки хорошо узнать что уже это такое технология очень мощная поэтому я хочу немножко остановиться на ней что такое блокчейн это вообще это просто база данных то есть те кто из вас кто уже знаком немножко и технически подкован вы конечно же знаете что такое база данных те кто если вы не трогали компьютер никогда и для вас база данных звучит что то такое неизвестное это например представьте себе фейсбук или ваш электронную почту то есть все вот эти вот сообщения они все хранятся где-то на каком-то компьютере в виде структурированной базы данных набора данных вот это и есть как раз база данных за исключением того что блокчейн это не не та база данных которая хранится вот на одном компьютере если вы представите себе банк да и у них вот эти все записи про все счета про все деньги все находятся где-то в одной базе данных собраны и которые находятся на одном компьютере в здании которое очень хорошо защищено охраняется и так далее на большом сервере на большом компьютере который называется сервер блокчейн и тоже база данных тоже структурированная но она децентрализованная она хранится не на одном компьютере где-то в охраняемом здании а на компьютерах которые в любой точке мира то есть вот на всех этих компьютеров которые я показала здесь на экране это одна и та же база данных как раз как раз и хранится и кто владеет этими компьютерами вообще чьи они на самом деле естественно умных людей и детей и в общем кто угодно может владеть этой этой базы данных все что нужно сделать это просто загрузить и сегодня мы будем говорить про биткоин именно как то что это была самая-самая первая блокчейн-технология все что вы должны сделать чтобы владеть этой базы данных чтобы она была на вашем компьютере просто загрузить ее с интернета и естественно вот вот здесь я показала что файлы которые будут это хранится как раз это и есть та база данных и биткоин база данных она хранится на компьютерах простых людей те которые загрузили ее к себе тем самым нету такое как бы скажем хозяина или барина который владеет вот этой вот корпорации или компания нет такой биткоин корпорации это просто база данных который хранится на компьютерах людей ей никто не владеет либо владеют все вот эти люди которые загрузили эту программу и все эти компьютеры естественно между собой соединены когда я задаю вопрос чем вот компьютеры между собой соединены вот как вы думаете какие у вас есть версии да чем могут быть компьютеры между собой соединены вот так подумайте пожалуйста вот вы сейчас многие сидите там в своих телефонах ваши телефоны тоже соединены между собой чем вот они соединены вы можете посылать сообщение друг другу есть какие-то варианты вообще ну естественно все эти компьютеры соединены между собой всемирно известной сетью интернет вот такой вот простой ответ на этот вопрос да я думаю что все уже об этом догадались только все вскромничали да действительно что все эти компьютеры просто соединены между собой интернетом и естественно они находятся мы можем подключиться мы же знаем что например вот я сейчас с вами говорю с Канады я говорю с Казахстаном мы можем подключиться к любой точке мира через эту сеть и представляете как мощные в этом плане технологии конечно что вот эта база данных хранится на всех этих компьютерах людей они между собой соединены и нет вот таких как бы скажем границ в этом плане стираются то есть нет уже государств нету каких-то над вами там хозяев и так далее то есть никто вам не может запретить ну конечно они могут вам отключить интернет вот то что могут но это на самом деле достаточно сложно вот и я всегда задаю вопрос окей как же мы можем вот эту технологию это уничтожить как это база данных которые находятся на компьютерах людей и они по всему миру вот например скажем так вот какая-нибудь страна США запретила и сказала знаете что мы не будем больше использовать биткоин и вообще блокчейн технологии все в общем все запрещены если вдруг вы используете то что скажем смертная казнь ну и я всегда делаю вот эту картинку говорю окей сейчас вот мы значит убрали отсюда Америку что случилось блокчейн технологии ну по большому счету ничего не случилось потому что убери оттуда парочку компьютеров ничего не случится потому что все остальные это компьютеры в мире остались ну и как еще уничтожить то может быть ну вот вот это у меня один сценарий как можно ее уничтожить но даже если один компьютер сохранился при этом то я думаю что у нас блокчейн технологии все равно жива вот такая мощная технология что же внутри этих файлов которые я вам показала когда вы загрузили себе вот эту вот программу с интернета Bitcoin Core она называется вот непосредственно в биткоине это просто журнал транзакций знаете когда вот мы ходим в магазин например и мы записывали вот мы потратили столько-то на молоко столько-то на хлеб и вот где-нибудь там себе записываем я не такая я не записываю ничего но я знаю очень многие люди записывают и вот биткоин это то же самое это такой как бы список куда перемещается с какого счета на какой счет деньги все больше там ничего особенно нет это просто список транзакций вот и сейчас мы сразу же подошли к вопросам что же такое криптовалюта то что же такое вот биткоин это криптовалюта да это на самом деле или просто электронные деньги которые хранятся записи которых хранится в базе данных блокчейн и которые охраняются криптографией криптографии это очень мощный механизм и мы сейчас на нем остановимся вот вот теперь вы знаете что такое криптовалюта это такой небольшой небольшой экскурс а по криптографии что такое криптография это это просто набор шифровальных алгоритмов и вот сейчас я взяла например очень простой шифровальный алгоритм который называется инверсия Я взяла слово крипто и применила к нему алгоритм инверсии, и что у нас получилось, так называемая шифровальная мешанина, или мы по-английски называем это тоже хэш. Вот этот вот хэш как раз является, скажем так, отражением того, что у нас было, то есть зашифрованным словом этого слова крипто. В биткоин-технологии используется шифровальный алгоритм, который называется Secure Hashing Algorithm 256. Это другой, не как инверсия, он, конечно, более сложный, но тоже превращает слово крипто вот в такой набор цифр и букв. Длина вот этой строки, которая хэш, она все время одинаковая, но вот эта вот репрезентация, то есть, например, если я возьму другое слово, у меня будет обязательно-обязательно другой хэш. То есть не может быть два одинаковых каких-то слова или сочетания, чтобы у меня получился один и тот же хэш. Вот именно так устроен этот шифровальный алгоритм, именно так применяется криптография в биткоине. И там информация, она зашифрована именно таким алгоритмом, и чтобы расшифровать ее обратно из этого хэша, требуется вот именно столько секунд. Это большое число, но так вот непонятно на экране, сколько же это секунд, сколько же это времени требуется, чтобы расшифровать. Вот. И я привела вот здесь сейчас только пример. Вот, например, вы видите, что число внизу, оно гораздо меньше, да, чем то число, которое требуется, чтобы расшифровать этот алгоритм. А вот это число внизу, это как раз количество секунд, которое прошло с начала нашей галактики. Нет, даже не галактики, а вообще с момента Большого взрыва. То есть, чтобы расшифровать этот алгоритм обратно в слово крипто, требуется гораздо больше времени, чем жизнь вообще, которую мы знаем во Вселенной. Вот такая вот мощная технология. Что же внутри, опять же, как мы уже останавливались на этом, это просто журнал транзакций, перемещение криптовалюты с одного счета на другой. И мы сейчас рассмотрим, как именно криптография применяется в этом, в блокчейне. Как только вы создаете вот себе там кошелек, то у вас появляется, так скажем, счет. Вы можете иметь больше, чем один счет в блокчейне и пользоваться криптовалютой с разных счетов. Но как только вы себе берете счет там, то вам выдается личный ключ, который не хранится на блокчейне, который не хранится в этой базе данных. Он выдается только вам на руки. Этот ключ, он соответствует номеру счета. То есть, из него можно посчитать номер счета, но из номера счета нельзя посчитать обратно ключ. То есть, если вы представите себе такую визуализацию, например, что на блокчейне, вот в биткоине, там хранятся замочки. То есть, ваши номера счетов – это замочки, а ключи хранятся только у вас в кармане. И никто не может потратить деньги с вашего счета, если только они не откроют этот замочек этим ключом. То есть, понимаете, что происходит? Если этот ключ вы отдадите кому-то, это значит, что они могут потратить ваши деньги на блокчейне. То есть, чтобы потратить деньги с счета, нужно обязательно предоставить этот личный ключ. Это как бы ваш пароль, и это то, как вы можете вообще эти деньги тратить. Чтобы к вам деньги на счет перевели, этот ключ не нужен. Вы предоставляете просто вот свой замочек или свой номер счета, и все, к вам деньги могут перевести. А чтобы потратить деньги с этого, нужен ваш личный ключ. Вот как раз этот ключ-замочек-комбинация, она и осуществляется с помощью криптографии. Никто не может посчитать или расшифровать ваш ключ, потому что, опять же, вот как я сказала, чтобы это расшифровать, хакер должен потратить столько времени, гораздо больше времени, чем существует наша Вселенная. Поэтому эта технология не была никогда взломана, потому что никто столько еще не прожил. Кто же создает записи вот в этой вот… Вы знаете, когда вы загрузили себе на компьютер вот эту вот базу данных, биткоин, у вас полные администраторские права к ней, но вы не можете создавать там записи, потому что все там, все записи, все, так скажем, как мы называем их, блоки записей, все создаются именно майнером. Майнеры, мы еще называем их иногда контролерами сети, они все создаются ими, и эти майнеры, они, так скажем, участвуют в большом механизме, который называется криптоэкономика сети. Сейчас я про нее расскажу подробнее. То есть каждый раз, когда, например, вы используете блокчейн, чтобы перевести деньги кому-то на какой-то счет, все вот эти вот транзакции, она попадает сначала в такой просто в список транзакций, которые пока не записаны в базу данных. Называется такой transaction pool, то есть набор транзакций, которые просто сидит, и еще пока деньги с вашего счета как бы не ушли. Это пока что только такая контрольная транзакция. После этого вот майнер или контролер, он набирает все транзакции, которые есть в этом пуле, проверяет их и комбинирует их всех в один блок. Этот блок, он закрепляет вот как раз криптографии, хэшем, то есть как бы ставит такую печать. То есть он должен посчитать вот этот вот хэш или вот эту вот мишанину, которая соответствует презентации всего вот этого блока. И майнер, он должен на самом деле сделать очень, то есть вся сеть построена на том, что требует очень больших затрат от майнера для того, чтобы создать этот блок. Я сейчас объясню, почему. Но майнер все вот эти затраты, все деньги, все время, это тратит не просто так, а у него всегда есть шанс награды. Вот в сети их очень-очень много, этих майнеров, и все они соревнуются между собой за то, чтобы создать этот блок, за то, чтобы записать этот большой блок в именно блокчейн-базу данных. Но у майнера есть только шанс. Тот первый майнер, кому удается создать этот блок, получает награду за это. То есть целая криптоэкономическая модель включена вот в эту технологию блокчейн. Что же майнер делает и как создается этот блок? Как я уже сказала, он собирается с эти транзакции, и после этого все, что ему нужно, это посчитать вот этот вот криптомешанин или хэш этого блока. Обычно это делается очень просто, но в блокчейне есть правило сложности. И это как раз правило сложности, как бы это сердце блокчейна, потому что она регулируется количеством майнеров, которые есть в сети. То есть она абсолютно такая плавающая величина. Как только у нас много майнеров возникает, то есть сразу же увеличивается эта сложность. Как только число майнеров меньше в сети, эта сложность уменьшается автоматически сама. То есть такая автоматическая поддержка сети, никто ее не поддерживает, а именно так запрограммирована. Так вот, что же майнер делает? Это почему эта сложность нужна? Сложность сейчас вот в нашей технологии биткоин говорит, что вот эта вот криптомешанина блока должна начинаться с 18 нулей. То есть майнер, что он делает? Он должен подобрать такое число к блоку, чтобы результат хэш получился с 18 нулями впереди. Вот и то, что майнер делает, он тупо просто подбирает эти цифры. То есть он говорит, сейчас я добавлю, попробую добавить ноль. Посмотрим, какой у меня получится результат хэш. Три нуля впереди. Это недостаточно. Работаем дальше. И так далее. Майнер подбирает и подбирает цифры к блоку так, чтобы результирующий хэш получился с 18 нулями. Это занимает долгий-долгий процесс иногда. Поэтому биткоин, вот, например, у него и транзакции создается где-то 10 минут. Потому что все вот эти майнеры, которые работают в сети, они все соревнуются, все друг с другом соревнуются, кто подберет эту цифру быстрее. Чтобы, опять же, чтобы вам представить, насколько это сложно. Вот если вы возьмете, например, замочек, кодовый замок, и попробуйте подобрать код к нему. Вот это то, что майнер делает. Зачем это делается? Это делается, опять же, для того... Это одна из методов защиты сети. Потому что если бы так было очень просто создать этот блок и подобрать этот хэш, тогда нету никакой, скажем так, нету никакой ценности в этом блоке. То есть на этот блок нужно застратить очень много энергии и много компьютерных ресурсов, чтобы создать этот хэш. И к тому же еще эти майнеры, они все-все соревнуются между собой. И за этот они получают очень большое вознаграждение. И это вознаграждение, на самом деле, за каждый блок в текущий момент майнер получает 12,5 биткоинов. Ну и плюс еще сборы транзакций. Это достаточно большие деньги, особенно вот сейчас, когда биткоин у нас очень сильно растет в последнее время. Вы можете сами посчитать. То есть это такой очень хороший курс, за который борются все вот эти майнеры по сети. И каждый раз, когда создается блок, вот создается эта новая валюта. Но она ограничена. Вот биткоин, например, построен таким образом, что каждые, по-моему, 100 тысяч блоков, это транзакция, вернее, это вознаграждение, оно уменьшается в половину. То есть когда биткоин только был создан в 2008 году, там вознаграждение составляло 50 биткоинов. А потом оно стало 25, сейчас 12,5. И вот скоро оно уменьшится до 6 с лишним. И так далее. Оно будет уменьшаться, 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 пока в результате майнер только будет собирать транзакции, сбор за транзакции. Так вот, чтобы все вот это вот, совершить вот эту работу по созданию блока, чтобы этот блок был именно ценным, майнер и тратит столько денег и на все это оборудование, на электроэнергию. И это, конечно же, не зря, потому что майнер рискует своими же инвестициями, если он вдруг создаст неправильный блок, либо майнер – это хакер и так далее. То есть это все сделано для того, чтобы защитить сеть от хакеров. Потому что если люди вложили столько денег в это, они уже не будут встроить, скажем, плохие блоки или ломать их. Вот такая система внутри этой технологии. Ну, и я всегда привожу график, знаете, что в последнее время биткоин падал на протяжении прошлого года. Сейчас он, конечно, вырос. Но я все равно говорю, что вот в тот период, когда он падал, и все говорили, «О, от биткоина умирает, эта технология умирает». Вот, ну, цена – это одно дело. Вот, а сейчас мы рассмотрим немножко другие графики, где вы увидите, что это не так. Так вот, это вот как раз количество, этот график отражает количество майнеров в сети. Вот, насколько вы видите, что, например, когда цена падала у биткоина, количество криптодобытчиков все равно росло, то есть все равно было выгодно, скажем так, добывать эту криптовалюту. Как только это стало невыгодно, да, цена упала до какого-то предела, то количество майнеров в сети начало уменьшаться. То есть те люди, которые занимались вот именно криптодобычей биткоина, они уходили, говорили, что все, мне это больше не выгодно, я уже больше не буду этим заниматься. То есть количество майнеров начинало падать. Так, а что же произошло со сложностью сети? Вот вы видите, сложность сети, она растет пропорционально, уменьшается пропорционально количество майнеров в сети. Как только количество майнеров в сети начало уменьшаться, сложность начала уменьшаться, что также сразу же стимулировало, создало меньше гораздо соревнования, сделало добычу биткоина проще, И количество майнеров натурально начало расти, потому что раз теперь уже гораздо проще создать блок, то стало более выгодно это. То есть внутри этого биткоина как бы запрограммирована эта криптоэкономика этой сети, которая позволяет самоподдерживаться. То есть нету, скажем, таких людей, которые поддерживают эту сеть, которые должны постоянно над ней работать. Она натурально поддерживается сама. И, естественно, я говорю, что вы смотрите, цена падала, а количество транзакций в биткоине все время росло. То есть несмотря на цену, все равно все больше и больше людей используют эту технологию. Так, ну и что же получается? Вот майнер, он создал этот блок. Что же дальше-то? А дальше создается следующий блок, и следующий, и следующий, и так далее. И все эти блоки вот как раз и записываются в эту базу данных блокчейн. И все эти блоки также соединены между собой. Они соединены между собой и тем, что в каждый последующий блок включается хэш предыдущего. То есть, например, чтобы сломать эту, скажем так, технологию, чтобы взломать эту технологию, хакеру нужно было бы пересчитать все эти блоки и все эти хэши, которые между собой связаны. Ну что как бы физически невозможно, потому что один-то посчитать стоит вот у майнера 10 минут, и он затрачивает на это миллионы долларов. Вот, что же произойдет, если пересчитать их все? Вот это еще одна степень защиты этой сети, что именно все блоки соединены между собой. Так, и есть еще одна защита, о которой я тоже говорю. Так, это сборы за транзакции. Вообще, вот, например, технология биткоина, она была создана, чтобы, скажем, заменить банк. И вот эти вот, все, что мы, например, когда мы пользуемся банком, вот я в своей, ну, профит-компании, да, мы переводим деньги куда-то, вот, например, мы переводим деньги в Пакистан или на Багамы. Мы каждый раз платим очень большие деньги за эту транзакцию, конечно же, вот, и в биткоине там тоже есть плата за транзакции. Вот у меня всегда спрашивают, ну почему же вот эти владельцы биткоина такие жадные, что они и там-то тоже берут эти деньги за транзакции? Ну нет, мы знаем, что нет никаких владельцев биткоина, что это, естественно, все принадлежит людям и находится на компьютерах людей. Но плата за транзакции тоже как механизм защиты. И он введен туда как защита от спамеров, да, то есть если бы была бесплатная транзакция, то ничто бы нам не помешало сделать их миллион, 200 миллионов, ну бесплатно же, правильно? Вот, а здесь мы должны платить за транзакцию, и тем самым эта сеть защищена от всяких спамеров, которые бы просто ради развлечений могли эту сеть уронить. Вот, и теперь каждый раз, когда я, например, сталкиваюсь с людьми, которые хотят создать свою технологию блокчейн, и говорят, а мы сделаем транзакции бесплатные, вот, и всегда у меня возникает вопрос такой к ним, окей, а как же вы будете защищаться от спамеров, то есть надо уже дальше смотреть. Если бесплатная транзакция, то эта сеть может быть не так защищена. Ну и примеры блокчейна. Биткоин, о котором мы сегодня уже говорили, это была самая-самая первая транзакция, первая система, которая была создана, это платежная система. Она была создана с мыслью, чтобы заменить банк, чтобы заменить банковскую систему, и сейчас она очень хорошо работает, и вот, например, она работает для стран, где не развита банковская система, да, но есть интернет, и вот люди могут друг другу как раз платить или переводить биткоин или криптовалюту. И там есть тоже криптоэкономическая модель, валюта создается майнерами, и сейчас где-то у нас 300 тысяч транзакций в день, сейчас уже немножко больше, потому что это, я создавала эту презентацию где-то в феврале, сейчас, я думаю, что больше уже транзакций в день. И создал ее Сатоши Накамото, ну, я здесь поставила фотографию его, но нет, конечно, мы не знаем, кто такой Сатоши Накамото, есть всяких очень много слухов и так далее, кто же это такой. Я работаю в технологии очень давно, уже 25 лет, и я, по профессии я программист, и все, что мы делали, например, на всех моих предыдущих компаниях, работах и так далее, когда мы запускаем что-то в продакшн, да, в какую-то программу мы запускаем, то обязательно-обязательно находятся баги, там на следующий день там все начинает фиксить и так далее. Так вот, Сатоши Накамото, что ему удалось? В 2009 году он все это запустил, и все работает как часы до сих пор. То есть, в общем-то, человек-то был гениальный, если это человек. Может быть, это компания, мы не знаем, кто это был и почему он это создал. Я помню, что мой предыдущий начальник с работы говорил, он, наверное, это все-таки какой-то элиен, да, то есть пришелец другой планеты, потому что, ну, нельзя так просто запустить что-то, и вот оно работает столько времени. Да, значит, следующая популярная технология – это Ethereum, тоже блокчейн. она может использоваться как платежная система, но она гораздо-гораздо больше. Она создана как платформа для умных контрактов и децентрализованных приложений. Это вы знаете, все вот эти вот компьютеры, которые соединены в мире, которые соединены между собой, и нету никакого, скажем так, центрального хозяина, который что-то делает. И вот на этих компьютерах можно установить приложение, которое будет контролироваться вот этими смарт-контрактами. И эти приложения, они, как бы, скажем, будем работать между людьми непосредственно. То есть не будет никакой компании, например, как Facebook, там, или кто-то, который там запретит, скажет, а вот вы знаете, а вот эти рекламы не используйте, ну, и так далее. То есть не будет такой, нету такого большого брата, так скажем, хозяина, который может запретить вам что-то делать. То есть вот эти приложения, которые находятся на компьютерах у людей, и которые существуют в рамках между только, между людьми, у них нет ограничений, то есть они предоставляют вам полную свободу того, что вы можете на эти приложения загрузить. Вот, вот это такая платформа, и сейчас она очень-очень широко используется, была создана Виталием Камбутериным, я его тоже лично знаю, и он с детства, и он мой большой друг, вот, и он совершенно реальный человек. Это не Сатоши Накамото, он существует, и он не прячется, вот, и очень сейчас работает над улучшением этой платформы. Использование этой платформы где-то 500 транзакций в день, то есть больше, чем у биткоина, и также валюта создается майнерами, и там существует криптоэкономическая модель, то есть этот блокчейн децентрализован полностью, то есть принадлежит людям. Вот еще одна из технологий Ripple, это третья по цене, так скажем, если мы смотрим по капитализации валюты, то есть это третья. И она была создана для банков. Эта система, она может быть подобна биткоину, но совсем не такая. Вот в чем она не такая? Во-первых, она была создана, мы знаем, что она была создана компанией Ripple Labs, и там нет криптоэкономической модели, потому что вот эти токены, эта криптовалюта, она создается и именно выпускает ее, эта компания Ripple, да, и все 60% этой валюты принадлежит этой компании, всегда будет принадлежать. То есть это как бы контролируется и регулируется, эта валюта именно организации. Ее использование очень высокое, 600 тысяч транзакций в день, вот, но эта валюта не такая децентрализованная, она все-таки централизованная. И, например, что-то случится вот с этой компанией, с Ripple, и вот риск от того, что все закончится. Поэтому очень-очень важно разбираться, то есть когда вы либо инвестируете, либо используете какие-то криптовалюты, всегда смотрите, как они устроены, кто их контролирует. Если это не контролируется никем, вот как, например, биткоин, то это хорошо, это лучше, потому что нет такой бизнеса или компании, которые вдруг завтра разрушатся, и вся эта валюта разрушится. Также у меня задают очень много вопросов про вот именно обменные платформы, те, которые существуют, торговые платформы, потому что сейчас блокчейн-технологии, к сожалению, используются в большинстве как инвестиционный механизм. И у меня часто спрашивают, говорят, ой, ну вот видите, там, например, вот эта платформа рухнула, и вот эта платформа рухнула. И все люди, они... свои деньги потеряли. Вот, и говорят, как же так, вот вы говорите, что никогда не была блокчейн-технология взломана, а тут вот видите, люди деньги потеряли, здесь люди деньги потеряли. Всегда вот нужно же понимать, например, если вы используете какую-то платформу, и где вы храните эти деньги? Вы храните эти деньги на платформе, но значит, они вам не принадлежат, значит, они принадлежат этому бизнесу. Если вы храните деньги в блокчейне, и у вас есть ключ от вашего счета, вот тогда ваши деньги защищены, тогда только вы имеете к ним доступ. А если вы положили эти деньги на платформу, и у вас просто есть пароль к этой платформе, то извините, эти деньги хранятся в том бизнесе, и если этот бизнес рухнет, с ним вместе рухнуты ваши деньги. И этот бизнес не имеет никакого отношения к блокчейн-технологии, это просто бизнес. То есть будьте аккуратны и всегда изучайте, как именно и где именно вы храните деньги, и кому они принадлежат. Так, что мы будем немножко сейчас повторим, что такое блокчейн опять. Блокчейн – это децентрализованная база данных, которая хранится на компьютерах простых людей во всем мире. Записи в этой базе данных объединены в блоки, каждый блок зашифрован хэшем, и каждый блок соединен между собой. Существует четыре уровня защиты, каждая транзакция защищена с помощью ключа, и никто не может подделать ее, если у него нет ключа. Также эти блоки создаются криптомайнерами или контролерами, которые финансово заинтересованы в каждом блоке, и они не будут создавать плохие блоки, потому что они теряют на этом деньги. Все блоки связаны между собой, все связаны в единую цепь, это тоже как один уровень защиты. И четвертый уровень – каждая транзакция, за каждую транзакцию берется сбор, чтобы предотвратить, чтобы защитить эту схему от спамеров. Ну и, в общем, контрольные вопросы. Так, сейчас я попробую опять вывести вас на экран, так, чтобы вас видеть. Окей, ну кто же владеет блокчейном? Слышно? Да, 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 слышно, слышно, да. Да, вот, то есть, как мы знаем, блокчейном нету такого, например, биткоином никто не владеет, да. Это абсолютно децентрализованные технологии, которые на компьютерах людей. И почему владельцы блокчейна такие жадные, что берут деньги за транзакции? Да, правильно, правильно, это защита от спамеров. А какой телефон поддержки блокчейна? Да, его не может существовать, потому что нет уже хозяина. И вот и телефона нет. Я послала свою валюту на неправильный адрес, как их вернуть? Как ее вернуть, свою криптовалюту? Вот как вы думаете, как ее вернуть? Вот, в общем-то, в общем-то, никак, да, потому что ушло, так ушло, да, поэтому очень важно. Эта технология очень мощная, но и она создает очень большую ответственность для тех людей, которые пользуются ей. Да, то есть, если вы пользуетесь криптовалютой, то вы должны быть очень-очень аккуратны. Во-первых, хранить свой ключ, так, чтобы никто другой не имел к нему доступа. И никакие хакеры тоже, чтобы не имели доступа к вашему компьютеру, чтобы этот ключ вытащить оттуда и так далее, да. То есть, очень многие люди там хранят эти ключи там просто на бумажке, в банке там, или что-то такое. Ну, разные есть способы, мы здесь сейчас не будем на них останавливаться. Ну, да, в этом случае, если вы послали валюту свою на неправильный адрес, то вернуть ее тоже никак нельзя будет, поэтому очень внимательно всегда вводите адрес, когда посылаете деньги. Ну, вот, следующий вопрос очень очевидный, да, я потеряла свой личный ключ, кто мне сможет помочь? Никто, да. У нас был такой случай, на один из хакатонов пришла женщина, и она, у нее была такая история, она вложила очень много денег в Этерио, и она записала вот свой личный ключ на листочке бумажки, это, кстати, вот так рекомендуют делать и так далее, то есть она все сделала правильно, но, когда она вводила этот ключ обратно, вернее как, этот ключ, это был не ключ, она записала пароль, у нее был кошелек, а к этому кошельку был пароль, который зашифровывал этот ключ, то есть она не могла подобрать пароль именно к своему ключу, чтобы его расшифровать. И она обратилась вот даже к Виталику, к создателю Этерио, и говорит, ну достаньте мне эти деньги оттуда, ну мне нужно их получить обратно, но у нее там были, наверное, так миллионы долларов. Ну вот даже создатель Этерио и то ей не мог помочь, потому что он не контролирует это, никто не контролирует, правильно? То есть если уже потеряли ключ, то потеряли. Но она все-таки в результате получила свои деньги обратно, я расскажу как. У нее был пароль, который она записала на листочке бумажки, но она записала ее в неправильной кодировке, то есть там были не то, что неправильные кодировки, а когда она вводила его, кавычки, которые использовала в этом пароле, они были в другой кодировке. Вот, поэтому ей помог один на самом деле из хакеров, он расшифровал ей этот пароль, просто перевел ее в другую кодировку, и этот пароль подошел к ее кошельку, чтобы расшифровать вот личный ключ, потом в результате она получила личный ключ и получила свои деньги. Ну, а вот этот вот человек, который ей помог, получил половину ее денег. Так, значит, может ли контролер, криптомайнер потерять деньги? Да, как вы думаете, может ли майнер терять деньги? Они же все приобретают по 12,5 биткоинов, там, например. Ирина, может ли микрофон? Потому что я ничего не слышу. Ой, я ничего не слышу все равно. Так, Ирина, можете повторить, потому что я... Ну да, они вкладывают свои деньги, да, ну, то есть, я так понимаю, что они покупают вот эти вот компьютеры, тратят электроэнергию на любые деньги на цветок. Да. Они не вскрывают, да, но тогда, получается, они не зарабатывают. Это абсолютно правильно, да, и этим самым они теряют деньги, да, 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 майнер, он вкладывает очень многие деньги в оборудование, в компьютерное и в электроэнергию, да, но это всего лишь шанс ведь выиграть этот, создать этот блок, да, то есть, некоторым майнерам даже не удается никогда его создать, поэтому, да, майнеры теряют деньги. В каком из блокчейн не существует криптодобыча и криптовалюта распространяется централизованным путем? И вот три варианта. Рипл. Да, правильно, да, хорошо, да, Рипл, да, вот эта валюта, она централизована. Так, ну и что у нас, сейчас перейдем к тому, что можно создавать на блокчейне. Как я сказала, сейчас, естественно, понимаете, люди, они делают все, что им выгоднее, гораздо проще, и это очень хорошо. То есть сейчас криптовалюта в основном используется как инвестиционный механизм, потому что вот у нее есть такие большие там спайки, то есть она растет, потом падает, потом опять растет, то есть люди, кто знает, как торговать, так скажем, вот стоками и так далее, они очень хорошо могут приспособиться к этому и зарабатывать очень большие деньги, то есть я таких людей знаю, я, к сожалению, к ним не отношусь, потому что это такая, в общем-то, достаточно сложная процедура. Очень многие люди просто туда кладут деньги, инвестируют, но тоже же надо знать, какой блокчейн, как это используется, рухнет это или не рухнет, вот, например, централизованное это или децентрализованное и так далее, то есть нужно в этом разбираться, а иначе все это, конечно же, очень рискованно. Вот, но технология блокчейн сейчас она используется как инвестиции, да, что будет в будущем и вообще, что можно с помощью нее построить. например, с помощью нее можно построить финансовые системы, которые, то есть платежи и также страховки, которые актуальны именно в странах, где не развиты банковские системы, то есть, вот, например, мы работаем с Багамами, там очень не развита эта система, они очень-очень сильно заинтересованы, чтобы построить свою финансовую систему именно на блокчейне, то есть правительство именно заинтересовано в этом. вот там страны, там в Африке и так далее, там, где нету, у них ни разу эта инфраструктура, тоже такие, строительство финансовых систем для них это очень-очень здорово. Вчера я была на одном финтех мероприятии и там разговаривала именно с представителем Мастеркард, что они построили, они тоже используют блокчейн, в Мастеркард сейчас они построили систему, который использует блокчейн, для перевода денег между странами. Вот как сейчас банковская система, вот вы, вы, наверное, не поверите, не знаю, вы знаете или нет, но для меня она такая как-то очень немножко отсталая, потому что до сих пор они, чтобы перевести деньги из одной страны банка в другую страну, они переводят это через всякие посредники банков, то есть иногда например одна транзакция вот для меня, чтобы перевести деньги из Канады в Пакистан, в нее вовлечены там 10 банков, то есть они переводят между собой деньги, потому что договоры у них вот между собой, вот до сих пор это делается таким образом. Так вот, что Мастеркард сделал, чтобы все вот эти вот банки убрать, все вот эти 10 банков оттуда, чтобы не платить им, они сделали эту технологию на блокчейне, теперь они переводят деньги из одной страны в другую и используют технологию блокчейна, то есть вот они сами построили свою финансовую систему на блокчейне. Так, система идентификации, да, вот как вот, например, мы используем, когда пишем программу, используем Google или Facebook, вот Sign In, да, то есть вы можете залогиниться с помощью Facebook в какой-то программу или используя свои Google credentials, вот эту программу, то же самое можно сделать и с блокчейн, то есть используйте свою Ethereum адрес там или учетку для идентификации вас в какой-то другой программе, то есть вот как один из вариантов. Также очень популярны реестры. Опять же, вот, например, я знаю, что в России, там, например, или на Украине, или как украинцы говорят, в Украине, вот эти вот все учет недвижимости, очень, конечно, тоже, как в прошлом веке они все это делают, и очень сложно, и куча бумажек, и какие-то бумажные волокиты нужно подписать и там, и там, и там, вот на блокчейне все это построить было бы гораздо проще, потому что все вот записи, которые хранятся, они же, хранятся на компьютерах людей, если эта информация открыта, и единственное, что нужно просто записать в блокчейн, что вот это, например, это то, что принадлежит вам, да, то есть ваша машина, там, например, или ваш дом, это то, что принадлежит вам, и все это увидят, как бы, это достаточно, как бы, скажем, блокчейн предоставляет механизм для этого. То же самое, где, например, в странах, или для, вот сейчас есть очень много беженцев, вот таких вот, у которых даже нет, у них нету ни свидетельства рождения, ничего такого, то есть для них блокчейн, это просто вот единственное средство, через которое они могут свои записи передавать вот кому-то другому, и тоже их записи хранятся на блокчейне, и этим вот даже правительство использует вот эти системы, где хранятся записи беженцев со всего мира. Также то же самое можно сделать с медицинскими записями, то же самое можно сделать с полицейскими записями. Вот я неделю назад проводила мероприятие в полиции, я вообще работала в полиции до 15 лет, и вот они меня провести, попросили провести мероприятие, вот совсем недавно я проводила там, и они, что, они заинтересовались чем? Все вот эти записи полицейские, которые есть, они все равно хранятся вот в базе данных, которые у них записаны, и к этой базе данных имеют доступ люди, ну, простые люди, да, а для суда очень-очень важно, чтобы вот эти записи были все собраны вместе, все, чтобы были записаны абсолютно точно, а вообще-то, когда люди вовлечены в это, они могут эти записи удалить, ну, представили вам пистолет к риску, вы, естественно, эту запись удалите и так далее, да, если человек имеет доступ к записи, всегда есть, всегда риск, этот human factor, как мы называем, когда запись может быть удалена, изменена и так далее, в блокчейне такого не будет, потому что там нет вот такого human factor, записи делаются именно через вот майнеров программы и майнеры, они не могут эти записи подделывать и так далее, вот, то есть для полицейских записей это тоже очень-очень важно, полицей сразу заинтересовалась именно вот этим механизмом, они будут его имплементировать. Образовательные системы, ну, то же самое, например, сейчас очень многие мы учимся с помощью интернета, то есть мы читаем всякие блоги, мы смотрим видео и так далее, это нигде не учитывается, и очень уже мало людей, кто учится только, например, в университете или только в школе, мы все получаем знания через интернет, а можно создать такую, скажем, программу и даже бизнес на этом построить, где, например, за каждое просмотренное видео или за каждое блог, вам начисляются какие-то там поинты, деньги и так далее, может быть, вам, вы можете пойти там в Макдональдс и купить за это пирожок себе, вот, то есть такие системы. Также защита окружающей среды, у нас, я знаю, что проблема пластику существует в мире огромная, везде все загрязнено, и в странах, те, которые загрязняют, у них как раз-то и нет вот этого механизма, чтобы этот пластик можно было перерабатывать, но если людям предложить, так скажем, вознаграждение за то, чтобы они собирали этот пластик и сдавали в переработку, то эту проблему можно было бы решить, и вот как раз блокчейн, так как она может работать во всем мире, эта система, то есть существует, может быть, такой механизм, где, например, вы этот пластик собираете и записываете в блокчейн, сколько вы собрали, и вам за это перечисляются деньги, какие-то вознаграждения. У нас на Хакатоне, кстати, сделали такую программу, сейчас вот она уже работает, то есть они ее продвигают. Так, да, машинное обучение, это искусственный интеллект. Один из наших проектов на Хакатоне был, скажем так, когда для исследователей в медицине им нужны ваши ДНК, чтобы разрабатывать всякие лекарства и так далее, но вот это вот, опять же, вот эти вот системы, которые исследователи сейчас используют, они недостаточно предохраняют ваши данные, потом они недостаточно, нет такой вот системы, чтобы можно было собирать ДНК у, например, у людей в Африке и так далее, то есть нет такой глобальной системы для разработки этих лекарств, вот, а с помощью блокчейна можно было бы такое построить, чтобы собирать вот эти вот данные ДНК и использовать их все в машинном обучении, но это делать так, чтобы ваши ДНК не попадали, чтобы они оставались сохранены, секюры и так далее. Так, опять же, да, в социальных сетях у нас существует очень много спама, то есть можно построить такую криптоэкономическую модель на блокчейне, которая предотвратит это. И также, например, можно вознаграждать людей, которые пишут какие-то очень хорошие статьи, тоже это все можно построить на блокчейне. Рынки, аукционы, да, по той же продаже криптовалюты, ну и вообще аукционы, даже по продаже там машины, недвижимости тоже можно сделать на блокчейне, естественно, и которая будет доступна во всем мире. Да, мы вот очень хорошо пропагандируем, что вот если вы жертвуете на благотворительность и получите награду, потому что тоже сейчас все вот эти вот системы, которые существуют в мире по сбору денег и для помощи какому-то пострадавшим или для помощи бедным, они все контролируются вот какими-то организациями, которые, мы не знаем, что они там делают и как они это тратят деньги внутри, то есть, если бы это можно было бы сделать на блокчейне, то мы бы видели, куда эти деньги идут и кто получает это, и за это могли бы благодарить людей, которые эти деньги дают. P2P рынок Mesh Networks, вот, вот, RightMesh, один из наших предыдущих спонсоров, у нас была компания, вот они построили такое, строят сейчас систему именно с использованием блокчейна для людей в Африке, у которых нет интернета, они просто связывают между собой телефоны людей, которые, и, в общем, люди, у которых нет интернета, получают интернет. Я, честно говоря, не очень знаю, как это работает, но вот это, у них это работает и работает на блокчейне. Так, идентификация репутации кредитной системы, вот, для беженцев, да, как раз это MergeDev, они создали репутацию, вот, например, люди, которые живут в лагерях беженцев, у них нет ни кредитных карточек, ни какой-то, ни идентификации, вот, они как раз используют эти системы, чтобы получать какие-то вознаграждения за свою работу, там, или что-то такое, пока они живут в этом лагере, а также они могут, правительство могут получать доступ к их информации через эти системы. Децентрализованные альтернативы, домейн, вот, например, GoDaddy есть вот этот веб-сайт, там, или кто-то такие, которые выдают нам имена доменов, все это можно сделать тоже на блокчейне со совершенно разными именами доменов, как один, как один из вариантов тоже использования блокчейна. И я перейду к конкретным примерам, которые были у нас на хакатонах, вот, например, опять же, вот, один из победителей, одна из победителей нашего хакатона, 16-летняя девочка, Анания, вот, она создала систему, где как раз и загрузила свой, там, ДНК в свою систему для исследователей лекарств. Да, еще один пример, это вот помощь в регистрации рождаемости в тех странах, где нет вот такого учета рождаемости, тоже можно сделать на блокчейне. Это тоже один из наших проектов нашего хакатона. Еще один, а, вот, например, есть очень плохо вот этот вот кейс сейчас, конечно, во всем мире существуют проблемы, что, например, жертвы изнасилования, их вот результаты тестов и все такое так очень безобразно и плохо хранится, весь этот процесс построен очень плохо, и вот девочки из Роллбанков Кеннеда, вот они разработали систему по учету всех этих данных. Так, вот эти линки, может быть, даже вот вы их так запишите, я потом все это вам их дам, это все линки с наших хакатонов, которые были, и там просто десятки-десятки проектов, вы можете посмотреть, какие примеры, какие проекты вообще были и что было разработано на блокчейне, и там даже есть ссылки и на код, и на все, то есть вы все это можете посмотреть. обучающие программы, ну и наша обучающая программа, Ирина уже рассказала про нее, уже мы открыли регистрацию на казахстан.криптошек.ca, то есть Ирина будет все технические детали, которые связаны с деньгами и так далее, это будет все в ее руках. Что мы предоставляем? Мы вам предоставим курсы онлайн Блокгекс, вы можете сейчас сходить и посмотреть на них вот этот литк курс с дотблокгекс.ком и посмотреть, какие именно курсы вам были бы интересны. Сейчас, когда вы уже более-менее представляете, что эта технология из себя значит и так далее, может быть, все эти слова, которые там будут уже в этой курсе с дотблокгекс.ком, там уже будут для вас более-менее знакомы. Тоже, если... А, обучение все, к сожалению, у нас на английском языке только у нас не переведено на русский, это лекции мы сделали на русском, но все эти курсы на английском. И если у вас какие-то проблемы, вы думаете с английским и так далее, посмотрите сначала эти курсы, описание и так далее, сможете ли вы вообще справляться в плане языка. Ну, сейчас, на самом деле, технологии так улучшились, что можно же использовать всякие переводчики, поэтому посмотрите тоже, если вдруг вы не сможете пользоваться этим курсом, посмотрите, может быть, вы можете пользоваться какими-то переводчиками электронными. Мы тоже определим дату хакатона, который у нас будет, найдем спонсоров для призов для вас, вот, и как этот хакатон будет проходить, идеи ваши, ну, если у вас нет идей на то, что можно разработать на блокчейне, может быть, у вас есть идеи, это очень здорово, если нет, мы вам с ними поможем, потому что у нас уже есть примеры того, что наши участники разрабатывали, и также у нас есть свои идеи, что можно разработать, и вы будете разрабатывать проекты, именно базируясь на этих идеях, что мы предоставим, мы предоставим вам наставникам, те, которые будут вам помогать с программированием, либо с бизнес-моделью, также мы предоставим тех людей, которые вас будут обучать, прямо он-сайт, мы, для тех, кто, например, кто хочет пройти, например, краш-курс в программировании по блокчейну и так далее, мы приглашаем таких спикеров, и вы можете за один час научиться программировать на блокчейне, это, конечно, не так, будет advanced и не такое качественное обучение, как если бы вы прошли курсы вот сами на блогиксе, но мы тоже предоставляем такую возможность для тех, кто хочет это все очень быстро изучить. Ну, естественно, мы предоставим призы, все это, естественно, зависит от спонсоров, мы сами деньги-то у нас мы ниоткуда не можем взять, мы приносим спонсоров на эти ивенты, и они предоставляют призы. Так, и что же дальше? Вот, у нас, вот сейчас, например, мы создаем в Пасхистане центр обучения для женщин, который мы тренируем тренеров, а потом они тренируют женщин, которым мы помогаем создать свои бизнесы на блокчейне, потому что у нас есть опыт такой, мы помогаем в этом, мы помогаем получить работы, у нас очень многие компании здесь, которые есть в Канаде, в США, они хотят блокчейн-программистов, конечно же, заполучить, блокчейн-программисты стоят очень дорого, и они согласны даже удаленно принимать на работу, мы сейчас работаем с некоторыми из них, и мы тоже хотим, может быть, вам такие предоставить услуги. стартапы – это акселераторы, то есть, когда у вас есть, например, свой бизнес, то мы можем вас соединить с каким-то нашим партнером, акселератором, который возьмет вас в свою программу, и так далее, у них есть инвесторы, которые вложат деньги в ваш бизнес, и чтобы его раздравить, то есть, такая возможность тоже существует. Ну, и также мы можем создать просто центр какой-то аутсорсинга, то есть, мы можем создать свою команду и уже работать с этой командой и аутсорс в разные проекты продавать. Это как один из вариантов. Так, ну, и, естественно, все, что вам нужно дальше сделать, это зарегистрироваться, и мы установим дату, когда мы будем делать вот этот вот хакатон, это соревнование. Также вы можете участвовать удаленно, то есть, если у вас есть уже какой-то опыт программирования на блокчейне, вы можете участвовать удаленно в нашем торонтовском хакатоне. Торонто Крепочек Досье, он будет с 31 мая по 2 июня, вот, Ирина будет на нем лично, и она будет одним из наших презентеров на нем. Вот, а вы тоже можете прилететь к нам, мы обязательно вас примем, и если еще есть вариант, мы даже можем помочь вам с визой, с приглашением, вот, если вы хотите прилететь и поучаствовать, мы всегда пожалуйста. Так, и вот это наши контакты, я тоже, это видео, и может быть отдельно, мы все это вам пришлем, и вы можете с нами везде вот соединиться на всех сошел-меди, на ответы на фейсбуке, на линкдине, также можете нам позвонить и написать. Вот, в общем-то, у меня все, теперь, я думаю, что если есть какие-то вопросы, я бы могла ответить на них. Да, есть вопросы из зала, уже прошли, если я с этим не буду ответить, но, например, может, вы как-то напомните. Понятны сущности по раздельности вычисления хэшлитов, почка блока и отдельно сигнал транзакции распределенную базу данных. В какой момент связываются эти сущности в единую систему? Что хранится в базе данных? в базе данных это то, что хэш, как хэши данные как распространятся. Я, наверное, расскажу про моски. У меня есть шанс рассказать про продукт, про тимпат. И мы, он тоже участвовала. Мы делали непрекционную систему для любителей спорта. То есть, сейчас, занимаясь календумом в Казахстане, например, когда он приезжает в Нью-Йорк, он не может привести свою спортивную репутацию. Потому что его репутация владеет спортивная лига здесь, в Казахстане. И мы тоже думали начать там с токенов, со схожих систем. Ну, вот, мне это придумало интересную систему, где мы просто использовали блокчейн как базу данных. То есть, ну, то есть, это не только сессу, смарт-контакт, мы просто хранили нахожих данных. И можно было в Казахстане каждую кандидату на блокчейн. То есть, каждый мог посмотреть, откуда человек эти бейджи, кто или дал, в такой команде он играл. Таким образом, мы работали с Родом. И, Елена, тогда ответите, да, на вопросы, наверное, более раздавцы с технической точки зрения. Так, я немножко, как бы, можно еще повторить вопрос, потому что почему-то вот микрофон не очень мне было слышно. А я добавила тебя в Телеграм. Там есть этот вопрос. Так, сейчас Телеграм, Телеграм. Сейчас, сейчас, секунду. я сейчас пока не могу найти этого вопроса. А вот, понятны сущности, ага, понятны сущности по раздельности вычисления хэша, цепочка блоков. И отдельно журнал транзакций и распределенную базу данных. В какой момент связываются эти сущности в единую систему и что хранится в базе данных. Вот, опять же, в базе данных хранятся записи по транзакциям. То есть, деньги там не хранятся, ничего там не хранятся. Там хранятся только записи о том, с какого счета ушли деньги на какой счет. Это я рассказываю про биткоин транзакции. Вот, например, в Этериуме все по-другому, потому что там еще хранятся еще коды вот этих вот смарт-контрактов и аппликейшн. Так, в какой момент связываются эти сущности в единую систему? Так, значит, что происходит, когда вы, например, переводите деньги с одного счета на другой? То есть, скажем так, я перевела деньги со счета А, я перевела, например, один биткоин на счет Б. Это моя транзакция попадает в такой пул, то есть, предварительная запись в блокчейне, которая тоже записывается на блокчейн, но она еще пока не та. Это только, как бы, так скажем, текущая запись, то есть, мои деньги еще не ушли. И туда также попадают все остальные транзакции со всех остальных участников этой системы. Потом майнеры набирают эти транзакции, то есть, они набирают, например, 100 транзакций вот в блок, они ограничиваются количеством, опять же, в сети это все запрограммировано размером этого блока, они набирают в этот блок и начинают вычислять хэш, начинают работать над тем, чтобы этот блок сформировать. И вот один майнер он набрал вот один блок, другой другой блок и так далее. И как только первый самый посчитал вот этот хэш, он тут же это все, скажем, бродкастит во все остальные узлы, потому что все компьютеры между собой связаны и так далее. И каждый компьютер, который участвует в этой сети, он принимает. Говорит, окей, я принял, я принял, я принял, я принял этот блок. И как только этот блок принят 51% всех компьютеров, которые в сети, этот блок записывается как блок, то есть блокчейн-система записывает это как блок, который уже настоящий. Перечисляет деньги майнеру и начинается работа над следующим блоком и так далее. То есть и потом все эти блоки, они записываются и между собой соединяются, то есть как они производятся, подсоединяются к следующему, к следующему, к следующему и так далее. И вот эта цепочка блоков и создается. Вот я не знаю, ответила ли я на этот вопрос. Тот, кто задал их этот вопрос, пожалуйста, напишите, ответила я или нет. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за ответ. Меня слышно, да? Да, я слышу вас. Немножко я не получила тот ответ, который хотел бы получить. Ага. Если перечислить денег, то меня интересовал процесс генерации майнера. То есть сначала, понятно, генерируются кэши, когда они кладутся в жирном транзакции, и ну по поводу закоммитить в ПД, я так понимаю, когда вы сказали, что 50 по 1% одобряют, это значит, мы закоммитим базу данных фактически, да? Да, да, все правильно, да. Закоммитим базу данных, как только 51% одобрят. То есть в журнал транзакции мы попадаем, когда сгенерировали блок хэши. Так, получается, да? Еще раз, вот последний, я не очень услышала. Еще раз скажите, пожалуйста. У нас в такой момент у нас мы генерируем блоки. В какой момент генерируются блоки? Мы генерируем блоки, да, в какой момент, как это связано с журналом транзакции. как только, то есть вот вы должны представить себе, что журнала транзакции как такового вот отдельного, его нету в сети, да, то есть вся информация записана в блоках. То есть вот эти вот как бы такие, весь журнал транзакции, он поделен на блоки, да? когда начинается создание нового блока, как только создан предыдущий и закоммитен базу данных, сразу создается новое, начинается создание нового блока. И это происходит, например, в биткоине каждые 10 минут. Как только создался один блок, сразу начинается работа над вторым, потом создался этот, сразу начинается работа над третьим и так далее. Самого журнала транзакции не существует, весь журнал транзакции поделен на вот эти блоки. Может быть, вы говорите про журнал транзакции, это тот, вот те вот записи, которые только-только попадают в сеть, вот когда мы перевели деньги, но они еще не ушли с нашего счета, вот эта транзакция, она записана и она записана в такой, как мы называем, пул, в пул транзакций, откуда потом майнеры и берут вот эти транзакции для создания блока. Ответила я на вопрос или нет? Может быть, потому что у меня, конечно, с языковым этим. Ну, поэтому ответа у нас не дошло в полном. было слышно, да, прервалась связь на 20 секунд. Ой, связь прервалась, а, связь прервалась, хорошо. Да, конечно, значит, отвечаю на вопрос опять. Работа над следующим блоком начинается, как только создан предыдущий, как только создан блок в сети, и он записан и закомичен, как тут же начинается работа над следующим блоком. Окей? Вот, когда создается хэш вот этого блока, да, как только создан хэш блока, это значит, что блок готов к тому, чтобы его бродкастить, и майнер его бродкастит по всей сети, 51% принимает его, и этот блок коммитится в базу данных. Это понятно, или я опять прервалась? Все слышно. Да, хорошо. Я ответила на вопрос? Да, да, спасибо. Ага, хорошо. Так, значит, дальше, давайте следующий вопрос какой-то. Он тоже там в чате есть, этот вопрос в своем сообщении. Это крипто, да, SHA256 это криптографический алгоритм хэширования, а не шифрования. Второе понятие подразумевает наличие ключа и дешифрование информации. При вычислении блока мы все-таки что-то шифруем или все-таки подбираем хэш предыдущего блока информации? Мы не подбираем хэш предыдущего блока, это точно. Елена, не было слышно, надо снова сначала извиняюсь, у нас какая-то проблему подчеркнулась. А, понятно, хорошо. Значит, а вопрос был слышен, то, что я прочитала? Вопрос да. Вопрос да. Да, я говорю, что мы точно не подбираем хэш предыдущего блока информации, да, мы работаем только всегда с текущим блоком. Хэш предыдущего блока, он автоматически добавлен в последующий блок. блок состоит из транзакций, которые в этом блоке, хэш предыдущего блока и вот этот вот нонс, число, которое подбирается, чтобы хэш текущего блока удовлетворял условиям сложности блокчейна. Так, это теперь понятно? Я хотела бы спросить, да, вот это действительно понятно, а дело в том, что мы делаем именно вычисляем хэш, мы же не хэш, мы не хэшили, просто в языке немного есть разница, шахрование это хэш, реализование, а хэширование это вычисление с опечаткой и такое чувство, что, ну, я немножко не понимаю, звучит так, как это понятие слышно. То есть мы именно при вычислить блока, работать с надборами, мы именно учисляем хэш, а не шахрование, правильно? А, к сожалению, вот для меня, как, может быть, теперь уже не носители русского языка, потому что я уже 20 лет на нем не говорю, может быть, для меня это немного понятия, да, такие, я извиняюсь за мое, может быть, незнание такого русского языка в таком объеме, как нужно для этого вопроса. К сожалению, в английском языке это одно и то же слово, да, то есть декодинг, энкодинг, это все мы в плане, как мы шифруем информацию, то есть хэшировать и шифровать такие понятия достаточно близкие, да, потому что чтобы создать хэш, это зашифровать информацию, чтобы создать вот этот вот хэш, да, и хэшировать информацию это в принципе то же самое для меня, да, то есть вот как вот я оперирую понятиями в русском языке, потому что чтобы расшифровать хэш обратно, расхэшировать, да, это невозможно. Это прямой письмо. Да, 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 действительно. Вот, теперь это понятно, да, потому что я думаю, что здесь языковая проблема в основном, а не с этим, не в блокчейне, да. так, еще какой вопрос, пожалуйста. Я думаю, что да, вопросов нет, надо заканчивать, у вас уже там более с утра, наверное, два часа сидим. Восемь утра, да, 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 надо заканчивать. Елена, потрясающая презентация, очень просто, об очень сложном топике, я просто знаю, сколько все это сложно, и я вообще в восторге. Спасибо огромное, что поделилась. В принципе, это все было понятно, да, вы пишете тоже, как бы, очень важно ваше мнение, можете писать, если, как бы, что-то было непонятно, да, то есть вам тоже важен ваш фидбэк, насколько там информация усвоилась и была полезная. Так что, мне очень понравилось, потому что я уже давно в этой сфере тоже узнала, что-то новое для себя. Елена, спасибо огромное, еще раз. Да, спасибо Ирины, спасибо девочке, за то, что вы послушали, и я надеюсь, что вы заинтересовались в этой технологии, в общем, было бы здорово, если бы вы увлеклись так же, как и мы. Сегодняшнее, да, Елена, еще раз спасибо, до скорого на связи. Хорошо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok